Депутаты областной думы собрались обсудить проблемы местных бюджетов на примере Сафакулевского района. В ноябре этого года состоится Всероссийский съезд муниципальных образований, где будут рассмотрены все острые вопросы и в первую очередь финансовые. Те муниципальные образования, которые сегодня есть, они сегодня, на мой взгляд, составляют основу государственности, основу нашего государства. Естественно, денег на всех не хватает, но вот те проблемы, которые мы сегодня увидим своими глазами, я думаю, они позволят нам более внимательно и более конструктивно подходить к решению вопросов по муниципальным образованиям. Пройдясь по райцентру, народные избранники посмотрели, какие социальные объекты требуют срочного и капитального вмешательства. Это и старое здание музея, и школа искусств, где занятия проходят в две смены, а ремонта не было в течение 50 лет. Это и единственный спортивный комплекс на весь район, в котором школьники и молодежь готовы заниматься, но нет возможности заменить сгнивший пол. Очень слабая бюджетная обеспеченность таких районов, как наши, где присутствует сельское хозяйство, промышленности нет, железной дороги и так далее. И межбюджетные взаимоотношения, на мой взгляд, надо все-таки пересмотреть. Я бы сегодня хотел предложить на комитете принять программу. Хотя бы в каждом районе, по одному, по два объекта каждый год надо ремонтировать. Радостным событием во время визита стало посещение села Яландское, где в местной школе открыли группу для самых маленьких детей в возрасте от полутора до трех лет. У нас вот новая, вторая дошкольная группа открывается на 15 мест, на 15 детей. У нас очередность, конечно, была, когда у нас первая группа. Теперь, думаю, что не будет. У нас в области стало много дефицита в детских учреждениях. И слава Богу, что этот процесс начал осуществляться. То есть открываются детские группы дополнительно, открываются детские сады. Комитет рекомендовал финансовому управлению продолжить курс на сбалансированность бюджетной системы, осуществлять постоянный мониторинг финансового положения районов и городских округов, а местной власти наращивать налоговую базу и привлекать инвестиции. Василий Малохин, Никита Мухин, информационное агентство Круганру.